Девчата, я вас приветствую в новом влоге И это не просто влог, это влог из путешествия Нашего первого путешествия всем семейством, полным составом Сейчас вечер перед вылетом, а это значит мы вовсю на чемоданах Мы собираемся, вещей стало в два раза больше Потому что на малыша нужны всякие пеленки, подгузники с собой Всякие мне вкладыши нужны, короче, куча, знаете, таких вот гигиенических каких-то штук Знаете, у меня все время перед отдыхом, перед нашими путешествиями такая дилемма Снимать оттуда влог, потому что это 100% будет интересно, будет что показать Я сама потом обожаю их пересматривать Или все же полноценно отдохнуть Не думать, что нужно снять Не думать, как ты это потом смонтируешь, чем соединишь и так далее И вот, кажется, снова победил влог У Евы сейчас английский, прикиньте Моя старшая доченька Я тут пока влоги снимаю Она английский изучает Сидит в кабинете, такая, главное, деловая На самом деле, сегодня первый раз, когда она занимается без меня То есть без моего присутствия Это у нас онлайн занятие И я поняла, что без меня намного лучше все идет Когда родители уходят, ребенок начинает больше раскрепощаться Он не думает, что обо мне сейчас подумает мама Она там говорит про свои любимые цвета Что ей очень нравится голубой Потому что Эльза любит голубое И у Эльзы из холодного сердца голубое платье А Эльзе ей нравится, потому что Ева любит холод И поэтому мы отправляемся в Сочи У нас появились вот такие удобные штуки для путешествий Это органайзеры, такие тканевые Это Денис заказывал на Озон Я, кстати, больше люблю Вайлборис, а Денис больше любит Озон Там был большой комплект из вот стольких штук органайзеров одинаковых И я решила все малышковое в них погрузить Тут пеленки, чисто миллион пеленок Мы отправляемся на 14 дней, но мы там вряд ли будем прям стирать Поэтому я решила, лучше у нас будет запас Здесь слипы, все, что касается гигиены мира Футболки, штанишки, бодики и аксессуары Вечерочек сборов Пупсик сегодня немножко Ручный ребенок Пришлось аж запеленать немножко Такое свободное пеленание у нас Просто, чтобы она себя не пугала Что засыпает? Кошечка, картошечка У вас сегодня была тема цифр или тема цветов? Не хочешь рассказывать? Ну ладно Что, столько немного? Много? Лука? Репчатого? Много Что, полненького? Ну да Значит будет все гореть Вот напишите, пожалуйста, вы сервируете еду, когда заказываете доставку? Есть, конечно Ну сейчас я тоже тебя поддерживаю на самом деле, потому что вылет завтра Чтобы меньше посуды, дай его тратить А так вот, когда красивенько хочется поужинать, мы всегда сервируем Вот это не ест Лимон? Я люблю Ты можешь не есть Ну что, день вылета Я вас приветствую Поздравьте нас Мы наконец-то собрали чемоданы Я закрыла микрофон Мы сделали вывод, что все-таки с двумя детьми Лучше всего собираться по максимуму Вот прям вот Вот 90 там процентов В предпоследний день То есть на последний день оставлять вообще супер мало А я решила, ну у нас сегодня полдня С самого утра до часу было Я думаю, ну это 100% успею Я ставила сборы Евы Мои сборы Ну и такие общие, знаете, типа косметички с аптечками Косметички с мыльно-рыльным мы это называем Ну в общем все, что касается умывания, всего-всего И оказалось, что этого очень много И если брать в расчет, что у тебя еще ребенок есть Который как бы может в любой момент проснуться Его надо покормить, переодеть Он как бы не всегда будет спать И идеально лежать, как ты хочешь Короче, надо еще закладывать два раза больше времени Но мы все успели, все нормально Денис пошел за Евой В садик Вот у нас таких два будет чемоданчика Просто один еще в раскрытом состоянии Мы еще что-нибудь туда доложим Возможно у Евы контидея придет в последний момент Положить туда игрушечку Вот, кстати, ее чемодан На котором она сама катается И она же его везет Это очень удобно, но мы это оценили, наверное, лет с трех Не раньше, потому что все-таки, чтобы человек сам вез свой чемодан Он всегда был в настроении это делать Понимал свою ответственность Три года минимум И это моя ручная кладь Я вам, кстати, хотела сделать обзор моей ручной клади Потому что, мне кажется, она реально гениальная От самого вот этого рюкзака до того, что внутри Того, что пригодится Ну и так как мы путешествуем с детьми уже довольно-таки много Вдруг вам будет полезно Единственное, что я штатив уже положила в чемодан Поэтому придется сейчас как-то вот так ставить Может поможет лисичка Вспомним были времена, когда моим штативом была стремянка в школе Отстой! Надо что-то другое подложить Я возьму бодик Во-первых, сам рюкзак Он супер древний, конечно, немножко подубитый Но он классный Это такой мамский рюкзак Есть еще его вариации Знаете, когда он раскладывается в педленальное место Но я поняла, что для меня, наверное, это не очень актуально То есть здесь вот такая штука отсоединяется Вот так вот Я вам сюда, короче, фотку ставлю Просто, чтобы объяснить Но у меня другой вариант Тут множество кармашков Для тех, кто, кстати, например, готовит смеси Делает смеси Очень заценят вот эти термокармашки Которые держат температуру Короче, для самолета у нас здесь точно Жвачка, чтобы сглатывать, да Леденцы с ксилитом Для Евы, для нас, кто захочет Влажные салфетки для быстрого доступа В таком вот отсеке, получается По бокам есть вот такие кармашки Сюда я положу еще бутылку воды Она уже у нас набрана И сверху, что удобно, он вот так вот раскрывается И он более вместительный таким образом Тут отовсюду есть на самом деле замочки Я ими не пользуюсь Типа, знаете, можно сюда что-то положить Ну, здесь миллион вообще кармашков Можно пробраться к низу рюкзака вот отсюда И тут еще мини-замок Вот этого я даже не знала Вот эта штука для младенцев как раз-таки заменяет Вот эту раскладную конструкцию с пеленальником Потому что это переносной пеленальник И вот так он выглядит Оп-оп-оп Ты его везде можешь разложить Сюда я положила пеленочку обычную тоненькую Чтобы, ну, не на такой поверхности ей лежать Если надо, подгузник поменять В самолете, в аэропорту Вообще хоть где То есть вот у тебя обычное нормальное спальное место Можно сказать И здесь можно ребенку разместиться Он непромокаемый Поменять быстренько подгузник Все хорошо сделать И вот так вот компактненько закрыть Она действительно занимает немного места Это я заказывала на ВБ Кстати, подписывайтесь на мой Телеграм Потому что у меня в Телеграме появилась рубрика Где я делюсь своими находками на ВБ И, как по мне, это гениальная какая-то рубрика Потому что я потом в комментариях у вас, например, прошу делиться вашими находками И реально столько интересных, полезных вещей открываются для себя Не типа барахла Конечно, и барахла много на Велбрис Но вот прям упрощающих жизнь Там всякие системы хранения Я просто обожаю Внутри, получается, у нас тоже есть боковые кармашки Быстрый доступ для них Здесь у нас погремушечки для малышечки А вот здесь под замочком тоже, что нужно для быстрого доступа Это такой слюнявчик, ну, для кормления, когда надеваешь Чтобы молоко не капало, например, вытереть ребеночка И тут вкладыши для бюстгальтера мои Одноразовые прокладки Такой же замок есть по ту сторону И здесь тоже быстрый доступ для подгузов Сверху у меня лежит вот такой мешочек Мы для всего используем эти мешочки Это эко-мешочки Я их заказывала на Фо Фрэш Мы в них сортируем вещи В чемодане это очень удобно, потому что они прозрачные Отделены по категориям Например, я отдельно так носки сортирую Отдельно сортирую, ну, формирую, типа Носки, футболки, евину одежду Очень удобно Сухой паек Мы всегда едим в аэропорту до самолета Либо мы идем в бизнес-зал, либо мы идем там в ресторанчик И там есть прикольная детская Но однажды в полете у нас наши соседи так вкусно ели овощи во время полета Реально, вот прям они просто порезали точно так же огурец, морковку и перец И мы просто сидели, этот аромат вот даже сейчас Огурчик так вкусно пахнет И, собственно, в самом низу у меня милкс нут Это муслиновый милкс нут Он практически не ощущается Милкс нут это платок для кормления, короче говоря, простыми словами Ты вот так надеваешь Здесь есть заклепочки Немножко сужаешь, получается, имя себе вот так вверх Можно не запариваться, если просто нужно быстро вот так накинуть Вот, пожалуйста, ты уже кормишь ребенка И ее же можно, кстати, использовать как накидку на коляску И как просто пеленку Ну, то есть универсальная вещь Смотри, что у меня там Это камни, что ли? Камни, милкс, драгоценные Ой-ой-ой, а давай не сюда, давай не на пол Это ты их все на площадке нашла? Да Вот Это твои драгоценности? Это у нас такая погодка сейчас на Урале И вот даже Два рубля! Ева, твои первые заработанные деньги Знаешь, что на них можно купить? Что? Ничего Но это очень мало И вот еще О, 10 рублей! Ты это где нашла все? Все на улице На площадке Сейчас Ребяток, заработал Нашел 12 рублей Нашел и заработал, да? Да Говорит, я на эти деньги куплю все деньги Мил Говорит, а еще, говорит Я буду, говорит, богатой У меня будет копилка, говорит Не как у вас такая-то, вон, типа-то А, говорит, такая ведь сердечко Потому что любовь Я, мама, папа, муж Идет, прям, размышляет, интересно Мы очень быстренько все прошли Минут за 20, наверное Так как внутренний рейс Все намного быстрее Сегодня у нас игра в ангелы и демоны Младший ребенок просто спит Весь день, реально Она дала нам хорошо собраться Она весь, всю дорогу Пока мы ехали сюда, спала И мы прошли весь контроль И она спит И до сих пор спит Но зато Старшая компенсировала все это Видимо от того, что она еще не поспала То есть пропущен дневной сон Я надеюсь, она в самолете поспит все равно Она очень капризная Она прям, знаете, вот я иду Я прям чувствую, как из меня вьют веревки Но у нас так как ограничены мы по времени То есть как бы не было времени остановиться Какую-то речь произнести Договориться о чем-то Мы просто как бы все это сглатывали с Денисом И, ну, пытались максимально сгладить Чтобы просто мы дальше прошли А не застряли там в истерике На каком-нибудь этапе Чисто в какой-то момент Когда мы распаковали коляску для Миры И Ева просила Это коляска для моего единорога Я говорю Ты думаешь, мы взяли специальную коляску Распаковали ее для твоей игрушки? Она такая Да, кладет туда единорога И я понимаю, что сейчас Чтобы избежать скандала Чтобы нам просто быстрее подняться И вот уже вот сесть И быть уверенными, что все, мы в этой зоне Все нормально Реально несколько минут получается Был просто сюр Я везу коляску На ней единорог То есть даже не Ева везет эту коляску Денис везет ее на чемодане Ебу То есть даже не Ева отталкивается сама На чемодане А он ее везет При этом Денис еще сам везет тоже вещи Я на руках несу Миру На моей спине рюкзак То есть вместо того, чтобы ребенок лежал в коляске Да, как у нас как бы оптимистичный сценарий Младший ребенок лежит в коляске Старший ребенок сам отталкивается На своем чемодане А взрослые идут просто с поклажей В итоге было все абсолютно не так Я замечала, что главное в этот момент Юмор, чувство юмора Разрядить, короче, обстановку Чтобы самим тоже не накаляться Но я сейчас тоже с Евой не разговариваю пока Ну, то есть я не провожу никакие беседы Потому что она до сих пор вот такая капризная Она реально не поспала И сейчас с ней бесполезно разговаривать Вот она поспит Мы приедем, прилетим в Сочи И мы поговорим Как я умею серьезно разговаривать Вы бы знали У нас еще есть час Мы сейчас как раз покушаем И в путь Интересно, если малыш так долго спит здесь Младший который Как она будет спать в самолете Интересно, интересно Колясочка это наша Бугабу Еще со времен путешествий с Евой В Германию, в Швейцарию Когда мы летали Ой, я уже отсюда слышу Еву И как она ноет Я уже вот отсюда слышу Да? Да, это они Короче, коляска удобная тем, что ее можно В ручную кладь положить Ну и в целом она и в сидячее положение И в лежачее положение Очень маневренная Компактная Сколько у тебя нервных клеток осталось? Нервных клеток? Это самое главное Субтитры сделал DimaTorzok Итак, приглашаю вас в наш номер Пока у нас все чистенько Устрою вам рум-тур Здесь довольно-таки много пространства Наша семья увеличивается В размерах Вот здесь, например, будут спать Ева и Денис вместе Это такая зона-гостиная Здесь есть даже такая большая территория Под стол Вот здесь вот шкафы как раз Которые открываются Здесь можно всего много хранить Конечно, самое кайфовое Это вид здесь Потому что Потому что он вот такой О май гад Вот ради только этого вида Можно здесь жить Я так люблю каждый раз Вглядываться там В какие-нибудь леса Вдруг какое-нибудь животное встретят Никого, правда, пока не встречали Посмотрите просто Какой густой лес И пойдемте В основную комнату Это, собственно, вот спальня Здесь большая кровать И несмотря на то, что она такая огромная Мы здесь реально с миром поместимся Четелька в тетельку Потому что Когда ночью я кормлю Я вокруг нее бывает Как-нибудь там передвигаюсь Мы реально засыпаем в одном месте Просыпаемся еще в другом месте Поэтому вот такое разделение пока Здесь тоже балкончик Тоже такой же прекрасный вид А там гардеробная Здесь в целом тоже достаточно места для хранения Зеркало И прикольчик такой Что здесь ванна с двух сторон открывается То есть с той стороны есть доступ К ванной комнате И с моей стороны Две раковины Что очень удобно То есть ночью, если что И они отсюда могут зайти И я оттуда могу зайти И вот здесь мы сделаем зону пеленания Очень удобно С раковиной рядышком Сюда можно будет убрать подгузники Тоже пеленки, салфетки Короче, вот эта вся зона будет Таким пеленальным столом Я, кстати, тоже очень хочу В своей следующей квартире Или в следующем доме Не знаю, что у нас там будет Какое пространство Вот такую большую ванну Именно чтобы зеркало было во всю стену И минимум две раковины Это очень удобно Когда ты чистишь зубы И умываешься утром-вечером И семья довольно большая Ютится в одной маленькой ванной комнате Вот как у нас, например, сейчас В нашей квартире Но у нас не было других вариантов Потому что Вот изначально даны такие размеры ванны И что ты с ними сделаешь Ну что Запомним это пространство таким чистым И никогда оно таким больше не будет Доброе утречко Выхожу я, значит, на балкон А тут Вот кто У нас там ребенок спит Тут ребенок спит И мы Вместо 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 за поциком Вместо Что ты умеешь говорить? Ты умеешь говорить уже Гю И о Гю У тебя было Ты кушать хочешь? Реагирует так на щечку Смотри Это кролик Кролик Интересно, да? О Понравился кролик Несмотря на то, что это не погремушка Да, все равно Интересно И первым же делом Мы нашли Классную игровую для Евы И классную кофейню для нас Чтобы можно было Куда-то приходить Перезагрузиться И поработать, конечно же Девушки отдыхают Мы с Денисом безумно рады, что на Красной Поляне нашли классную игровую для Евы. Это означает, что каждый день у нас теперь есть 3 часа свободного времени, а это очень ценно. И мы обычно идем в кофейню, берем кофеек и садимся поработать. Там сидят в основном такие же, как мы, парни и девушки разных возрастов, которые тоже работают удаленно. И в основном это, кстати, ребята из сферы IT. Несмотря на то, что она очень активно сейчас развивается, специалистов все равно не хватает. Именно поэтому компании готовы хорошо платить. При этом в этой сфере направлений очень много и каждый сможет найти что-то подходящее для себя. Если вы хотели сменить профессию и уйти в ту сферу, где есть перспективы роста, развития и дохода, но пока не знаете, что конкретно вам подойдет, я очень советую обратить внимание на курс IT-специалист с нуля от онлайн-школы Skill Factory. Сначала вы на практике попробуйте 9 наиболее востребованных профессий и определитесь, какая из них подойдет именно вам. А дальше начнется полноценное обучение с нуля по выбранной специальности. Вы будете учиться на реальных кейсах от крупных компаний, получите необходимый опыт и соберете себе портфолио, которое так нужно при трудоустройстве. Поддержку с любыми вопросами вам будут оказывать менторы, а центр карьеры поможет найти работу. И что особенно круто, если вы успеете приобрести курс в сентябре, вы получаете мини-курс по нейросетям в подарок. Освоите главный навык 2023 года, работу с нейросетями. Поэтому подавайте заявку на курс по QR-коду, который видите сейчас на экране, либо по ссылке в описании. А чтобы первый шаг был еще проще, используйте мой промокод PASNOVA на скидку 45% на обучение. Будем, знаешь, что делать? Будем ножки тренировать, но туда загибать. Только не отпускай ручку. Договорились? Два, три. Поняла? Не страшно? А с крышка будем пробовать делать? Да? Сейчас, крышка прикольнее. Давай, на счет раз, два, три. Хорошо? Раз, два, три. Вау! Классно? Сама хочешь попробовать? Нет? Давай, давай еще раз сделаем. Нет? Нет, шоку. Постепенно выявите. Это все звери, с которыми ты хочешь спать? Угу. Это кто? Покажи вот этот. Вот этот маленький. Вот этот? Да. Бичка. Его зовут Бичка? Да. Бичка. Потому что его можно бить антистресс. Всем нам нужен. Он сейчас поет или поет пони? Пони. Пони очень классные. Единорог тоже интерактивный. Давай его уложим спать. Уложим? Я сломала. Ну вот, конечно. Спокойной ночи. И киска, да, у тебя здесь? Мяу. Мира уже минут десять разглядывает потолок. В это время потолок. Просто огромная люстра. Которая напоминает, наверное, ей погремовку. Да. Не улыбает. Она тоже так двигается. Ты видишь? Она тоже тебе отвечает так двигается. Она смотрит на Титя. Шесть лет. Там у нас второй человечек. Спит. Настало твое время. Это веточка. Веточка. И жизнь удалась. Веточка. Продолжи фразу. Настало твое время. Веточка, настало твое время. Куда мы идем, мадам? Масла. Ну, вообще. Кайф. И там будет, может, это масласть. Тепло. Тепло? Да. Тебе еще холодно? Ты замерзла? Смотри сейчас будет. Смотри. Угу. У меня впервые какой-то супер яркий купальник. Хотя нет, у меня уже был красный. Пойдем, зайка. Белье. Бьюсти на трусики. Угу. У девочки есть нежное белье? Нет, у меня сейчас только купальник. Может быть, тогда... Можно в купальнике остаться? Не, будет не очень. Он такой, знаете, прям материал такой. Это купальник. А, это купальник? Да, да. Просто это купальник. Так, давайте сюда... Может быть, тогда тоже одноразово ей вот такое что-нибудь? Давайте. Трусики, да, какие-нибудь? Да. Смотри, вот туда головой ляжу. Сюда я головой, туда ты головой. Ему полчаса мяли у меня часик. А потом Ева ждала. Терпеливо ждала. И задала мне миллион вопросов примерно, да? Ой, так хорошо. Мне наконец-то промяли вот эту вот всю зону после родов. У меня же... Я много малышку ношу на руках. Здесь все забивается. Хорошо. Это мох. Это палочки ароматические. Крассовки не хочешь надеть? Нет. Ну ладно. Ты уже собрала пони свою? Да. У пони копыта надеты, между прочим. А пошли мы на батуты. И, возможно, еще сейчас заплетем косички, Ева. Да? Вольверно. Небудь это у меня прям до копы. Высунь на жботе везде, где можно. Ого, смотри, 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 как хорошо держит. Здорово. Я теперь могу смотреть. Котик, ты посмотри. Бежу уже. Ну, он уже месяц назад так делал. Нет, так долго, чтобы три раза подряд не было такого. Он держит уже спинку, шейку. Очень хочется, смотри. Там тыки-тики-тики-тики-тики-тики-тики-тики. Тебе пока косички некуда плести. Прости. О, май гад. Ева, просто шикарно. Ты настоящий единорог. Папа, ты в серфе сидит. Пойдем папе покажем. Семь косиков, прикиньте. Семь. У нас есть место Залипалова. И она, кстати, из любой точки комнаты снова на нее смотрит. Она за ней. Мы идем в Залипалово. Заведение, которое очень нам нравится здесь, в горах. Бугил. Бугил, буги, да. Спасайся. Идем. Ага. Ага. Не самый презентабельный вид, но зато реальный. Что поделать. В общем, рассказываю, как есть. Сегодня середина нашего отпуска. Прикол в том, что мы сильно ждали этого дня, когда приедет моя мама. И нам станет всем намного легче. И появятся свободные руки. И мы тут везде походим, поездим. Потому что здесь классных много всяких экскурсий. Потому что пока что с двумя детьми, когда двое взрослых на двух детей, еще как бы таких маленьких. Любые поездки, именно какие-то вылазки, экскурсии, это вообще кажется нереальным. То есть нам правда просто дойти бы позавтракать, потом погулять, где-нибудь что-нибудь немножко потусить. Все это вокруг, конечно же, смены подгузников и кормления и периодический истерик Евы. Короче, весело. И прикол в том, что когда приехала мама, у меня случился застой в груди. Притом неизвестно вообще, как это произошло. Потому что я кормлю малышку очень часто. То есть у нас никогда нет перерывов в 3 часа. Хотя это тоже формат нормы, если там ребенок много спит. Но сейчас вот в этой поездке у нас так получается, что самое, наверное, длительное, что я не кормила, это 2 часа было. Самый максимум. Но ночные промежутки могут быть дольше, да. Но суть в том, что это какой-то странный вид лактостаза, странный вид вот этого застоя. Потому что у меня с Евой уже было 2 раза такая тема. Был лактостаз. И это было намного более явно. И сразу в один день резко у меня грудь очень была плотная. И появилось покраснение. И там у меня не было сомнений, что это лактостаз. Я знала, что с ним делать. Я знала вот эти все техники лимфодренажа, расцеживания. Давать ребенку отсасывать в нужной позе, чтобы подбородком он был направлен на место застоя. Всякие там компрессы, мази и так далее. Я все это проходила с Евой уже 2 раза было. А тут как-то странно. У меня грудь мягкая. При этом болезненные ощущения есть. И резко тоже в теле появилась ломота. Такая, знаете, как будто вот прям кости ломит. Поднялась сильная температура. Я умничка не взяла с собой градусник. И я не знала, какая у меня температура ночью. Но я чувствую, у меня было где-то под 40. И я вся пропотела ночью. И я подумала, на утро по-любому станет лучше. Потому что лактостаз реально у меня вот 2 раза было. И 2 раза очень быстро проходило. Буквально на утро становилось лучше. Если ты все делаешь там правильно. Нет. Ну, то есть стало, конечно, чуть-чуть лучше. Но не настолько. Вчерашний день у меня тоже весь прошел в кровати. Тоже ломило кости. Мы даже вызывали врача. Благо у нас в отеле стационарно есть врач. И она приходила. Самочувствие просто отстой. Вот сегодня второй день уже такого моего. Полноценный второй день такого самочувствия. Но уже полегче. Ломота уже в теле прошла. До сих пор есть боль в этом участке груди. При том, что застоя там нет. Это какой-то новый вид лактостаза для меня. И он по-дебильному долго проходит. Ну, потому что реально до этого у меня вот сутки и все. Я очень надеюсь, что вторая половина нашего отпуска пройдет намного лучше. Потому что уже Ева успела заболеть диареей. Но это было хотя бы на два дня. И все уже сейчас хорошо. Просто, Денис, живи. У меня еще через 4 дня день рождения. Хотелось бы быть в здравии немножко. Пойдемте заварим кофе. Здесь есть кофемашина. Хотя бы сегодня есть прогресс в том, что у меня есть аппетит. Вчера я практически везде ничего не ела. Я просто ела ради того, чтобы... Типа, я уже кормлю грудью. Мне нужно питаться. А еще какого-то фига за эти два дня у меня обсыпало дико лоб. Чистая кожа была. Все было супер. Я не знаю, что происходит. А еще нос чешется. Вам видно? Вам ничего не видно. Вот оно. И тут есть капсулы. Вот такие вот. Чистая магний. Залог здоровья родителей. Психического здоровья. Вот такие капсулы, значит, у нас есть. Как понять еще, как бы они вставляются, как работают. Наверное, нужна вода. А мы, кстати, смотрите, что вам покажу. Не знаю, можно ли это назвать лайфхаком или это можно назвать наглостью. Но мы всегда так делаем. Когда она приносит воду в отеле, нам приносит типа по три бутылочки на день. При этом от отеля нет никакого кулера. Поэтому мы просим у горничной, если им не жалко. А им никогда не жалко. Выдавать вот такие паки. А почему бы нет? За спрос не бьют. Но все равно, конечно, то, что мама приехала, уже сейчас намного проще в этом плане. Ева так обрадовалась вообще дико. Она с ней уже спала обе ночи, вот эти вот, пока мама с нами. Сейчас, например, она пошла с Мирой погулять. Кружку поставила. Берем капсулу. Присовываем капсулу наверняка сюда. Нет? Да? Нет? Нормально, что она такая надутая? Смотрите, какая она надутая. Я никогда не пользовалась капсульной машиной. По мне это видно, походу. У меня Денис говорил, что вот эта штука вот так вот делается. О! Ничего не работает. А, кнопочку надо включить. Но все равно, почему горит и ничего не работает? Я же нажимаю. Что такое F? Почему здесь нет никакой инструкции? Мне ничего не понятно. О! Ну, то есть надо было три раза просто нажать. О! Это что? Это все? О! Ну, аромат невероятный, конечно. А почему так мало? Что это за ристретто вообще? Это даже не эспрессо. Что происходит? Я же нажала большую кружку. Что было бы, если бы я нажала маленькую? О! Еще раз добавить? Что? Помогите, почему так? Сейчас, наверное, те, кто дома имеет кофемашину, такую или подобную, понимают, что происходит, очень посмеются надо мной. Скорее всего, я делаю что-то не так. Попробуем. Довольно-таки горько. Типа не крепко, а именно горько. Какая-то фигня. Ну, в целом, если прислушаться к себе, то и не сильно-то и хочется. Ну, куда, куда, Ева, меня ведешь? Вот. Не знаю. А здесь тоже взрослый можно, да? Конечно. Это твое любимое место? И где, где можете пролезть? Пойдем со мной. Давай, иду, иду. Вот. Смотри. Сейчас я буду на воде скатываться. Ух ты, ты на пуфике съезжаешь? Да. Прикольно. Наверное, быстро, да? Да, сейчас буду на воде. Сейчас будет очень... У-у-у! Классно. Я буду кричать. Смотри. Я с тобой поеду. Ну что? Отправляйся. Опа! Ё-моё! Это аквапарк. Так, Ева сейчас поехала, пошла наверх, чтобы съехать в темную трубу. Темная труба закрывается вот таким уфом большим. И Ева будет в него врезаться. Да, Ева? Готова? Вон, чтобы вы понимали, какая высотища. Ева! Ева! У-у-у! У-у-у! Ха-ха-ха! Ха-ха-ха! Такое светлое. Там кухня. Видимо, здесь надо босиком. Когда я вырасту, очень вырасту, вы останетесь там на ПК, на всякий случай. И вы мне купите деньги. Купим деньги тебе? Поверяется дочка и папа, муж. Я куплю деньги на игрушки там, на книги, на вкусняшки. И я буду там дочки. Всяких покупательных. Почему мы приезжаем именно сюда пятый раз? Хотя есть множество, конечно, мест, которые можно еще посетить. Мы сюда первый раз приехали, когда Еве было 4 месяца. И так получилось, что возвращались сюда каждый год. Просто потому, что здесь сочетаются несколько вещей, которые нам, наверное, важны для комфорта. Для состояния какого-то счастья, гармонии, всего-всего. Во-первых, природа. Здесь куда ни глянь, невероятные виды. И ты просто идешь, и твои глаза получают настолько эстетическое удовольствие, что действительно ради этого можно сюда приезжать. То есть это не просто один раз увидел, такой, а, понятно, ну хорошо. Для меня, по крайней мере, для нас. Так вот совпало у нас с Денисом. Мы оба по морям как-то, ну не то, что фиолетово. Конечно, море и океан тоже впечатляют, и смотря какие виды и все такое. Наверное, все-таки большую роль здесь играет то, что здесь мало людей. Да, это, наверное, первое. Потому что, опять же, посмотреть на долине, роза долина есть. Вот там просто яблоку негде упасть. Мы когда туда спускаемся на подъемниках, хотя всего это 10-15 минут, это просто нет, это суета, это вот как вот, знаете, центр города Москвы. Ты просто идешь и такой, господи, можно куда-то деться. Мы не любим такое. По крайней мере, для отдыха, для того, чтобы просто релакснуть, хочется отсутствия такого количества людей. И вот здесь, в горной Олимпийской деревне, как раз мы это получаем. Отель, которому, наверное, не нужна реклама, потому что здесь все время все забито, и мы сами бронировали супер заранее. Если сейчас, например, захочется здесь забронировать номера на зиму, нужно бронировать реально уже сейчас. То есть вот сочетание того, что здесь мало людей в целом в этой местности. Во-вторых, отель офигенный тем, что вид шикарный из-за окон, из балкона. Тут есть подогреваемый бассейн. Здесь очень крутая спа, вообще направленность, спа-зона. И в целом это такой хилинг-отель. То есть здесь много оздоровительных разных процедур. Здесь много групповых тренировок, бесплатных для всех гостей. Йога, дыхательные практики, медитации, нейромедитации, МФР, здоровая спина, скандинавская ходьба. Боже, чего здесь только нет. Это как бы включено в проживание. Получается какая-то реальная реклама. Здесь в целом развита инфраструктура. Если так подумать, у нас в России на самом деле очень много живописных, красивущих мест. Да даже у нас далеко не уезжать от Урала. В Челябинской области невероятные горы. Там можно такое построить в качестве инфраструктуры, чтобы туда приезжал народ. Но, к сожалению, этого там нет. Поэтому мы возвращаемся сюда. Здесь это близко, это доступно, это Россия, это 3 часа лету. Хотя цены здесь Турция отдыхает и вообще Дубай отдыхает. Почему эту местность называют маленькой Швейцарией? Потому что действительно это очень-очень похоже. У нас в России очень много таких мест, чего стоит один Алтай. Но когда мы с Денисом были на Алтае в 2017 году, классно было. Но я уверена, что там можно сделать намного круче, намного развитее все можно сделать, намного больше возможностей туда подключить, так скажем. Потому что вот здесь ты приехал просто, на тебе здесь какая-то движуха, такое-то здесь развлечение для детей. Ты сюда можешь приехать, потрогать там альпак. При том, что это не какой-то зоопарк, где там все они в маленьких каких-то клеточках. Мы нашли детскую для Евы, 600 квадратных метров. У нее в жизни такой детской не было вообще. Ну, у нее и цена нормальная, 900 рублей в час. И это почему 900 рублей? Потому что мы здесь проживаем. Если мы бы здесь не проживали, было бы 1000 рублей в час. Но там просто, конечно, топ. Там много разных комнат по разным как бы направлениям. Есть и музыкальная, и библиотека, и всякие лазалки самые вообще крутые, которые можно представить. И воспитатели там, личные чуть ли не ассистенты детей, блин. Здесь хорошие заведения, хорошие кофейни. То есть сюда возвращаться, кайфово, ты не теряешь в комфорте ничего, в инфраструктуре ничего не теряешь. Остаешься в России при этом. И такие виды, такое качество, такой сервис. То есть просто сходятся все пазлы, все пальцы загибаются, и мы приезжаем сюда, поэтому. У Евы, кстати, такой возраст уже, что можно в следующий раз приехать зимой. И всем нам здесь поучиться кататься на лыжах. Я, конечно, умею как суперлюбитель, но я представляю, каково здесь кататься. И почему здесь зимой, конечно, сезон, почему сюда все приезжают. Потому что здесь офигенные трассы, вид просто невероятный. А еще здесь классная у нас традиция сформировалась. В гончарке, здесь местной, здесь есть в горной Олимпийской деревне гончарная мастерская. Лепить какие-нибудь кружечки или тарелочки, в общем, какую-то посуду для себя, увозить ее домой, там, подпись сделать. Такая тушь у меня с этой стороны. Праймер. Это новая тушь Кабаре Премьер. А с этой стороны не праймер, а сама тушь. Но, честно, я пока разница не заметила. Мы из нее там едим. Или подаем в ней какие-нибудь десерты. Потому что она такая, ну, миниатюрная. У нас, по крайней мере, получалось до этого. И в этот раз я тоже хочу сходить. И, наверное, уже можно даже Еву взять с собой. Ей же уже 4 года. Что-нибудь она слепит. Ну, если что, поможем. И прикиньте, как прикольно будет потом из этой посудины ей есть. У нас есть, знаете, дома два вида посуды. Первая. Это супер минималистичная. Просто там белая, просто серая. Ну, вот в ней любое блюдо смотрится красиво, эстетично, вкусно. Его хорошо можно сфотографировать. И второй вид. Это вот супер какая-то такая модная инстапосуда, можно сказать. Какая-то неровненькая. Или какого-то цвета, прям суперяркого, с какими-то вкраплениями. Помните, я как-то в Мексике, что ли, делилась этим лайфхаком путешественников. Брать с собой вот такую веревку. Это очень удобно, на самом деле, когда у тебя детские конфетки. Вот куда бы сейчас мы все это вешали. Вот сюда, например. И вот мы один раз даже повесили сюда, и потом пятна остались. Вот такие вот, древесного цвета. Как ты кошка, котенок. Алиса, включи песню про Сашу на песне. Вот что я нашла, среди плыви, кто других пользователей. Включаю песню о Саше. Са-са-са-са-са-са-са-са. Песню о Саше. Алиса, включи песню, там миньоны. Что, ты не ходишь? Алиса, погромче. Алиса, еще громче. Алиса, а ты можешь подцвистывать во время этой песни? С удовольствием. А вы будете подпевать? Да. Да, давай. Отлично. Тогда начнем. Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. Готовы? Алиса, у тебя какой интеллект? Какой есть интеллект? Это способность человека творческие мысли изобретать что-то новое. Алиса, какой у тебя IQ? Никогда не задумывалась об этом. Понятно. Алиса? А вы знали, что слова понятны и многообычны говорят, если не хотят продолжать раздавать? Алиса? Она тебя стебет. Сколько тебе лет? Мне исполнилось пять лет. Пять лет? Ну, это, наверное, пять лет, как они изобрели. Вчера она сказала, не хочу отвечать на вопрос. Типа об этом обычно не спрашивают. Мы идем к альпакам. И у нас вот какая дорога вверх. Тут камера не показывает, но это гора. И нам нужно подняться. Держим киску. А что делать? Руку мою? Нет. Вот эту руку? Ааа. И киску? Руку туда. Короче, мы отправляемся к альпакам. Я себя хорошо чувствую. Я вторая, да что мама выздоровела. Вот такие штуковины нам дали. Ехали минут десять всего. Ну, довольно мило. Да, там огромный гулял. Какие милые, да, Ева? Это альпаки, все правильно. Давай, вперед. А я вот здесь полежу. Хорошо, полежать. В небо посмотрите. Здесь у нас живут альпаки. И альпаки родом из Южной Америки. Там есть прекрасные большие горы Анды. Это их постоянное место жительства. Поэтому можете пока отправляться к входу. Вон туда, вот туда. Какие славные. Привет, я знакомиться пришла. Не даем альпаки. Пока кусает, гладим шейку, спинку. Но помним про пупки и макушки. Чем дольше вы их кормите, тем дольше они с вами находятся. Все сразу не отдаем. А то противные поедят, уйдут. И больше не придут. Поэтому экономим. Присаживаемся. И через плечко даем. Она вас будет щечкой целовать. Своим носиком вашу щечку тереться. Будет прикольно. Если сильно страшно, можно на расстоянии. Мы так тоже умеем. Прекрасно. И давайте быстренько. Попки и макушки не трогаем. Зад не подходит. Я целое ведро набрала. Своё. Давайте вот так вам на принцессу еще. Вы как-то это потихоньку подожди. Как малыша зовут? Какого? Ой, пока никак. Что-что можно? Брауни. А, да, конечно. Но она переживает. Поэтому можно одна ручка кормить, другой гладить. Брауни, кстати, уже сегодня предлагали. Так ее выше не бери, не бери выше. Вот прям ее имя. А вот эта девочка, она альпака. Я не походила по альпаку. Нет, ты на тренировку. Да, конечно. Но у нас в других вольерах есть альпака Кастер, альпака Уна. Я малька погладил. Я вот так прикольно убежала. Я там еще ушли подходить. Привет, мама-мама-лама. Это... Даже лучше. Это и все, да? Прям по маленьким кусочкам. Ее по маленечку давай. Ну все, заберешь сейчас к себе в норку, но я у него сейчас украду не подозреваю. Прям держи. Можешь отламывать кусочки маленькие. Давай ладошку вот так. И по одному кусочечку, хорошо? Держи. Держи. Все твое. А кто ваш-то? Привет. А, знаешь, вот носки мои. Привет. Ну что, не видишь? Морковка он лежит. Он не увидел. Кролик. Кроли. Кролик. Кроли. Эй, ням-ням. 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 А вот здесь сейчас Саша с Евой что-то лепят. Сейчас в каждом подойду, секундочку. Что делаете? Лепим. Так, теперь. Свои бороды. По-своему, что-то классно. Блин, можно. Да. Вот, блин, по-прощению. Вот, отлегай, поближе к себе. Не бойся, прям пальчиком прикасайся и чуть-чуть растягивай. Чуть-чуть. Все готовы, а не дай. Как вы там можете до середины лететь, а потом перевернем, и вы сверху снова до середины. Вот, вот, вытираем, да? Да, то же самое. Пушечка, давай, начинай катать. Держи. Желтенький. Угу. То же самое зеленый. И то же самое... Все, зеленый, я буду розовывать. Сирый. Угу. Розовый. Угу. И синий. Угу. 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 Ну что, мы снова поднимаемся по этой горочке. И сегодня мы отправляемся к Хаске. Олени. Да. Возможно, там на этом же уровне есть олени. Вероятно. Вот с этого места все экскурсии отъезжают как раз. Вот это к Альпакам, а наш шаттл приедет, наверное. Мы доехали на трансфере. А тут вот такая дорожка. На коляске не проехать. Ты что, пытался? Да. Не получится. Зато там уже воют хаски. Лают, точнее. Ой, какой густой лес за вами красивый. А мы все вас ждут, когда вы их помассажируете. Друзья, сладкие. Привет. Помассажируйте, погладите. Давайте, давайте, давайте. Заходим, Евочка, заходим. Так. Привет, ябачка. Тролечка, тролечка. Ты что? Ева, ты боишься? Неловко тебе сначала. Давай пойдем со мной. Они просто очень дружелюбные. Они все хотят с тобой пообщаться. Вы хоть что-нибудь спрашивала? Что, Гриш? Вы хоть что-то спрашивала? Я спрашивала про прогулки, но они в горы, Ева не вывезет. Ой, здравствуй, здравствуй, дорогая. Привет. Привет. И тебе привет. Какие у тебя глаза красивые. Вы себе выскажите? Да. У вас будет семейная фотография? Нам не надо фотографии, спасибо большое. А почему? А потому что я блогера, сама видео себе сниму, а фото мне не надо. Мир стоит. Мир. 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 Потому что она светлая, наверное, и белая. Это мир. Уна, 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 я здесь. Уна, уна, давай, давай. Мир, 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 мир. он как будто это отключился ты вообще гладь там по спинке просто нравится это как будто волк из леса а я видел хаски на аляске на аляске там еще мало мута лески конечно с аляски почему не все с аляски родила сибирский хаска дальний восток на каламе на камчатке такую породу ты не падать ты уночку да этим малышам два месяца всего на 66 тебе как краски для меня хаски такая история я бы одна туда еще раз не пошла да нет даже первый раз и пошла по сути да ради ребенка но правда на хаски на не очень похожи на какую но умаляющую как будто она умаляет что-то какие у тебя красивые рога ну слушай вот тут тоже он в заперти стоит бедняга ну блин а как сейчас я вам объясню как ворковку давать у них челюсти безопасные зубки только снизу сверху неба они еду отрывают и пережевывают задними зубами поэтому самое простое будет дать вот так вот с ладошки они вас не укусят вызвать корове может прищемить если будете пальчиками давать именно так вот на работе и прям в мордочку тыкаем вот сюда вот сюда да вкусная морковка он еще хочет еще хочет еще больше давать ряды спасибо достаточно значит вы их выпускать его здесь гулять да но у них есть да все это его из холодного сердца я думаю у них конечно посвободнее здесь жизнь получается вот их территория основная вот такая класса романтический вечерок под саксофон на самом деле просто пришли попить чай какао и у меня кофе без кофеина мы спустились в отеле на первый этаж ресторан сегодня здесь все-таки приветики еще один день на красной поляне сегодня мы собрались покататься на подъемниках в розу долину то есть это на уровень ниже чем мы живем и там всегда больше людей там больше движухи именно поэтому мы живем здесь потому что здесь меньше людей меньше движухи всю ночь лил дождь вчера мне кстати был день рождения но я ничего не снимала для влога проживала его сама на самом деле он такой знаете у меня очень семейный получился как по-другому с двумя детьми еще у меня мама немножко приболела мы думали может быть мы синиться мы куда-нибудь пойдем чем там уединимся но к сожалению не смогли потому что не с кем было оставить девочек так что вот такой у меня был день рождения но зато я выбралась на массаж что очень важный он был очень классным один из самых вообще лучших в моей жизни правда там хороший очень мастер о Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Можно, можно, он для этого здесь стоит Это гонг Вот так вот Надо загадывать желание, Ева, что загадаешь? Чтобы ты была моей любимой мамой Ну, Кью, и так твоя любимая мама Пойдем, солнышко Наши ребятки уехали туда уже далеко Мы оставили маму с Евой на площадке У Евы там уже подружки организовались Те, с которыми она виделась у нас наверху В нашей олимпийской деревне Мы гуляем Гуляем с малышочком маленьким Ну что, расскажи, как тебе отдых в Меритме? Это все Сложно? Я все сказал Ну да Поддерживаю Ты заметил, что здесь мало народу стало? Тут вообще никого нету Никого нету? Вы никто? Раньше было, как в Москве, кажется Местные говорят, что изо всех событий И мало народу летает Мне кажется, москвичи Там, питерцы Половину раньше занимали Даже больше А теперь им вместо Не помню, там, полутора-двух часов Лететь три с половиной Ну да А нам столько же Это как минимум причина уже Полететь куда-то В другое место Мы вот в это местечко ходим Уже какой год Можете запомнить, если будете здесь Здесь вкусненько И рядом с речкой И в тенечке Смотрите, какая подача прикольная На бутылке Которую приплюснули Кудряшка сью Денис Дай мне каилку Я не буду ела, спасибо Папа суп свой Сегодня у меня образ такой По цветовой гамме Фисташка в шоколаде Мне нравится Еще мне нравится, что у меня волосы отрастают У нас тут последние денечки Мы пытаемся впихнуть невпихуемые Несколько вылазок за день делаем С двумя детьми это не всегда очень легко Но сейчас мы после дневного сна Отправляемся на тюбинге И к концу нашего здесь проживания И не только к концу, но и к тому, что Вообще-то мы пятый раз здесь И мы только сейчас узнали, что от нашего отеля Есть каждые полчаса трансфер На таком мини-автобусе До подъемников То есть до места До которого мы каждый день Пешком ходим 30-40 минут Потому что с Евой это долго Как бы с одной стороны Хорошо, что мы все это время ходили пешком Как-никак физическая активность Но с другой стороны Иногда это очень бы нам спасало Ситуацию, выручало Потому что если ты и так силы потратишь Где-то там Гуляешь, что-то делая Ты это заведомо знаешь То классно было бы их сэкономить Вот просто на такую дорогу Например, туда или обратно Кстати, я же вам так и не показала Какую мы здесь пеленальную зону сделали Сейчас к нам приходил клининг Поэтому выглядит все не так В общем, сверху вот этой пеленки Лежит еще одна тканевая обычная пеленка Вот эту телефонную трубку Мы кладем вот так обычно Потому что было пару раз Когда малышка вот так дергала за провод И трубка на нее падала Ну или рядом с ней в смысле Вот сюда, кстати, очень удобно зацепить погремушку И вот так вот менять подгузник Очень удобно И то, что рядом раковина Малышочек у нас спит сейчас Я ее свернула как буррито Потому что она дергала ручками Подбуживала себя И я решила продлить ей сон Таким образом Очень она хорошо спит В такой вот пеленочке Тут свободное пеленание То есть, если захочет Она ручки к себе как бы подтянет Ножки точно так же Но при этом есть вот такой плотненький контакт Поднимаемся Поднимаемся С тюбингами Детская трасса Желтенькая Поехал Я вообще обалдела Расскажи Это вообще классно Расскажи, что ты чувствовала Быстро ехала? Классно Понравилось? Да Я прям вообще обалдела Обалдела? Да, обалдела Я прям крутилась и крутилась На латруске Я прям туда смотрела Когда катила А, спиной вперед развернулась? Да Развернулась я А потом опять туда вернулась Ясненько, понятненько Ну-ка, ну-ка Ева, говорит, у нее силы есть Тут самой затащить Не сильно напрягаешься? А, это ты по-умному сделала Сократила Аккуратненько Смотри, смотри Кусочек резины не хватает, да? Ну что, Ева? Будешь кричать громко Ю-ху Когда поедешь Мы решили Точнее, мы поняли Что заказывать в номер Самое простое И Менее энергозатратное нам Я предвкушаю Свой кофе Наедине Как? А? Как это? Когда дети устут Вот так это будет Как это будет? Ты даже не представляешь Как это возможно, да? Тебе в номер? Тебе не показываешь Ты так? Да? Ммм Сама скажу У меня есть на бай Будешь тут Скоро закончится Как только поступила информация Что бы быстро закончиться Очень захотелось Еще Ты же моя дочка Больше не смогу дать Еще Нет, все Ты же не уговариваешь Еще, еще Но только потому, что ты моя дочь Ты поспала хорошо? Да Готова энергию тратить Как думаешь, какой лифт первый приедет? Этот или этот? Этот или этот? Победил левый лифт Какой нам нужен этаж? Пылька Ну-ка Пылька Все, верно Ты уже как дома у себя, да? Ой, закрыла Молодец Едем, едем Переедем 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 Показывай дорогу Чтобы пройти в бассейн Куда нужно двигаться Подожди 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 Полотенце Здравствуйте Здравствуйте Пойдем Так, это у нас спа-зона Не-не-не Давай сначала в большой бассейн Он на улице Четырехлетка Иногда с ними так легко и интересно А иногда, капец, как тяжело Качели материнства Такая самостоятельная, смотрю Класс Нет Что-то так-то будет Глотать А давай Ева, Ева Покажи, где горячий бассейн А где холодный Здесь какая температура Топло Здесь Горячо А здесь Контрасты 17 градусов И 36 Тут сауна Тут грот Ну что, у нас последний день Последний день В горах И мы их отмечаем Съемочкой Семейной Надеюсь, все будет хорошо Надеюсь, детки Детки Это захотят делать На самом деле сегодня Супер дождливая Туманная Пасмурная погода Но Прямо для нас Закат образовался То есть вот с этой стороны Видите? Лучше солнышко Мы идем вперед туда На поляночку Где обычно все съемки проходят Потому что там Очень красиво Ева, ты собачка? Ты найдешь Таню? Где-то Таня спряталась Там, да? Пойдем, покажешь? Нет? Мы, короче, поняли принцип Принцип общения с Евой Когда у нее такое настроение Мы говорим Ни в коем случае, например Не обнимай папу И она обнимает Ни в коем случае Не целуй Она целует Да, попчик? У нас сбора чемоданов День тяжелый Давай Допинга хапнем Чин-чин Магния хапнем Стопочка за здоровье Так, здесь у нас уже все пусто Буду собирать сейчас мыль на рыбину Прощаемся с горами Ева, соскучилась по Екатеринбургу? Я тоже И по садику твоему Собачка сочет Да, собачка Она в Екатеринбурге, да, будет? Она в Екатеринбурге, да, будет? Она в Екатеринбурге Смотрите, какой вид прекрасный у нас Крыло самолета и ян Ну что, мы выжили И это замечательно Отдых немножко такой получился Знаете, спасибо, что живой Мы снова установили вот эту люлечку Которую устанавливает Аэрофлот И еще, наверное, какие-то авиакомпании Старший пупс тоже уснул Сегодня пятница Денис подметил, что жалко, что не завтра начинается садик Я согласна То есть впереди у нас еще выходные А выходные, особенно после рождения второго малыша Выходные для нас пожестче, чем рабочая неделя, короче Но зато сегодня мы прилетаем вечером И к нам приходит няня У нас няня, она только по вечерам На несколько часов И мы сегодня попросили ее прям задержаться на подольше Потому что, получается, у нас по-московскому Мы жили все это время по-московскому времени Так как мы были в Сочи И по-московскому времени у нас будет еще 7 вечера Ну, то есть мы еще спать не захотим И мы захотим просто, скорее всего, выдохнуть, расслабиться Я вам покажу, как восстанавливаюсь после полета Спойлер, я никогда сразу чемодан не разбираю Знаете, это не вдохновение Когда ты прилетаешь в какую-то там страну И когда ты возвращаешься И типа нужно разбирать это все вещи Что там в стирку, что не в стирку Вообще пофигу Я не делаю этого Тодиция неизменная Чувствуешь? Скорая посадка Екатеринбург, родненький Так, где-то нас ждет уже трансфер Мы уже заказали еду Это ловите рецепт просто еду Идеального возвращения домой Чтобы ты приехала, тебя уже ждала дома еда Можно узнать, почему ты ешь на полу? Я собачка То ты осел, Ева То ты собачка То ты кошка Что ты ешь? Я обожаю суп После путешествия После самолета Еще я мечтаю о дрипе Мне пришел дрип без кофеина А значит его можно выпить вечером Без ощущения в сердце Ну и без влияния на малышку получается Ладно Как хорошо дома Светло Сразу такой контраст Наконец-то Наконец-то Проверка, никто ли не умер Денис обнаружил пополнение в семействе Опять пополнение Но при этом улитка умерла в день выезда нашего Ну, что, девочка? Да Это что, личинка? Это это? Улитка? Это мини-улиточка? Ага И вот она еще, смотри, какая старика серебристая Смотри, идет Как ты их вообще увидел? Вот так вот сразу увидел Капец попартненько разросся Ой, точно Как его много стало, да? Я его постоянно удаляю Тут вообще просто такие ветки Классно, а все чисто получается? Смотри, какой чистый этот Да Не, ну и грязный А что здесь было, расскажи Ну так и было Нет, расскажи, что тут автоматическая какая-то Все автоматическое Таймер на розетке Включает свет Через минуту Через минуту после включения света Автокормушка срабатывает У них уже рефлекс Свет загорается Они сразу подплывают И она их кормит И так вот два раза в сутки у меня сделано Потом на всякий пожарный Две системы аэрации Если одна отрубится Одиннадцатая отрубалась Вот Поэтому подстраховался Тут все, короче, простраховано Подстраховано Я обычно совмещаю приятное с полезным Иду купать миру И потом, когда ее уже искупала Одела Отдаю ее Денису А сама еще Некоторое время могу полежать В этой прекрасной ванне Мамские радости Как вы думаете, я не напугаю в таком виде ребенка? Вот и проверим Что скажете? Это так мило Всего две недели нас не было И все Мира уже наблюдает За мобилем Ой, какой ракурс милейший Тебе нравится твой мобиль? А еще она так на животе Теперь хорошо лежит И прям голову хорошо-хорошо поднимает Завтра еще выходные Как раз разберем осенний гардероб Надо подготовиться к нашей Уральской осени Ну что, с какой локации начинали это видео? Такой локацией и заканчиваем это видео Помните, я здесь сидела и делала распаковку Дорожной сумки своей У нас тем временем в Якате уже знатно похолодало Такая настоящая у нас осень Стояла немножечко бабьего лета По такому случаю, девочки, у нас сейчас с вами будет Распаковочка Того, что я заказала еще до нашего отъезда в Сочи Это теплые вещички нашим девочкам Так непривычно, что я говорю теперь девочкам Я очень много слышала и видела о бренде Банглибу Это российский бренд одежды В котором есть вещички и для таких малышей, как Мира И для таких немалышей, как Ева уже У них можно собрать полноценный гардероб Потрясающе приятные оттенки Хорошее качество Давайте начнем с того, что я заказала Еве Это такой утепленный комбинезон Сейчас будет супер нетипично для меня Потому что цвет не пастельный А цвет, который выбрала Ева Все, девочки Больше я не авторитет в этом плане Я Еве показала расцветки Она сама выбрала вот такой комбинезон Утепленный на молнии Внутри очень мягкий, приятный материал Я думаю, что суперудобно в нем будет гулять Ходить в садик, ходить да хоть куда Вообще тут есть кармашки Можно что-то положить Здорово, что манжеты на комбинезоне удлиненные Есть запас еще на пару сезонов А вот из верхней одежды тоже Еве Но после согласования с ней Конечно, она одобрила этот цвет Я взяла такую парку Нереально красивая, бежевая Не боюсь на самом деле брать светлые оттенки Потому что здесь материал мембрана Она отталкивает и воду, и грязь Но даже если что-то испачкается Просто надо подождать, когда подсохнет И потом щеточкой аккуратненько почистить Внутри фланелевая подкладка на стильной клетке Здесь у нас есть манжеты, чтобы ветер не задул И все было супер тепло И такая вот супер милая шапочка в цвет Но мне она маловато Для Миры я заказала вот такой милейший Утепленный трикотажный комбинезон И демисезонный комбинезон Этот цвет меня реально с Миры преследует Преследует С самой беременности Давайте по порядку У комбинезончику мне очень понравилось У этого утепленного, что молния идет до самой ножки То есть можно даже при желании поменять подгузник Если вы пошли гулять, куда там еще зашли Сделать вот эти вот дела Можно не снимать весь комбинезон Это вообще любовь Настолько приятный материал Настолько милый вообще комбез Посмотрите, какой формы капюшон гномиком Это тоже, кстати, водоотталкивающая ткань То есть даже под легким дождиком, если что, не промокнет Удобно, что здесь два замка Быстренько положил ребеночка Бжух и пошел гулять Ручки можно спрятать вот таким образом И не нужны дополнительные варежки Ничего У нас такая будет стильная осень Почему про цвет-то я говорю? Потому что у нас такого же цвета коляска У нас такого цвета костюм на выписку был И вот этот оливковый цвет Ну, он, правда, очень красивый О, он похож на цвет моих глаз В общем, я очень рада знакомству с брендом Я думаю, обязательно будем заказывать что-нибудь еще Если хотите познакомиться с ним тоже поближе Переходите по ссылке в описании Используйте мой промокод Поснова, который дает скидку 10% На все товары, кроме акционных Ну, а мы с вами увидимся совсем скоро Я очень даже довольна, что мы съездили Это был интересный опыт Кто-то у меня спросил После голосовых моих сообщений в Телеграме Что путешествие с двумя детьми Реалии? Я там делилась всем в моменте У меня кто-то спросил Саша, вернуть бы время назад Ты бы поехала? Или все-таки это не стоит того? Я бы все-таки поехала Во-первых, очень много на что повлияло То, что мы все переболели Вот реально У меня же мама потом еще заболела И как-то вот все скомкано произошло Меньше здоровых дней вообще осталось И, соответственно, меньше активных дней Поэтому какой-то период времени Мы там просто типа все по очереди выживали А что насчет помощи и отдыха Когда двое взрослых на двое детей Я сделала для себя огромный вывод Что это больше смена обстановки А не отдых точно И в следующие разы мы на всю нашу поездку Будем брать третьего взрослого Когда сможет, это будет моя мама Если она не сможет или не захочет Это будет няня Но обязательно нужно, чтобы один взрослый Все время мог восполниться один где-то То есть, чтобы у него было вот это вот время На восстановление На подышать просто Но, к слову, про подышать Мы с Денисом оба пришли к тому Что мы вот за эти два месяца После рождения мира Постоянно, неосознанно Делаем мини-медитации за день То есть, мы таки делаем Мини-восстановительные практики К которым наш организм сам вот пришел Точнее, наш организм И разными путями Мы просто потом это как-то обсудили Что, слушай, я так замечаю Что, типа, я иногда просто такая сажусь И, знаешь, как будто запускаю Обновить систему Просто, чтобы посидеть Подышать немножко И такой Окей, я готов двигаться дальше Я готов идти в эту жизнь И у Дениса то же самое оказывается То есть, просто такая мини-перезагрузка Чтобы ты не только переключался между какими-то делами Надо Здесь вот твое внимание такое Здесь ребенок такого возраста Ему нужно вот это сделать А ты еще как бы про себя вспоминаешь Ты у себя есть Так, пощупали, потрогали Подышали Окей, идем дальше Ну, вообще, не надо делать вывод По дням сложным Есть реально дни сложные А есть дни прям такие вот адекватные Вот ты просто аж думаешь Блин, как много времени Как-то и силы, и энергии много Ну, вот так вот совпадает, да В жизни не может быть все всегда ровно Иногда настроение у старшего ребенка Не очень Младший плохо спит Ты еще тоже как бы там не выспался, например И много работы накопилось И вот коллапс Такой день Ух, называется А иногда у всех все супер Короче, родительство Это интересная школа жизни Как я всегда говорю Буду говорить А мы с вами увидимся в следующем видео Я благодарю вас за просмотр Оставляю свои соцсети И пока!